Дорогой друг, привет тебе! Я Антон Ябихин, и сегодня я поговорю с тобой о таинственном мире инженерного искусства в бурении скважин. Да-да, ты не ослышался. Как и много лет назад, бурение было и остается целой отраслью инженерного искусства. Мы получили лучшие технические разработки в свои руки в 21-м году. Мы пользуемся передовыми IT-технологиями и программным обеспечением. У нас громадный опыт строительства скважин, который подарили нам наши предшественники. Но несмотря на это, попадая в недра земли, мы все равно сталкиваемся с таинством, мы сталкиваемся с необычными явлениями, мы сталкиваемся с неопределенностью. Мы не можем предсказать этот процесс. И здесь крайне важны компетенции и знания каждого инженера, умение ориентироваться в той или иной ситуации. Да, можно вполне бурение сравнить с изучением неизведанных глубин моря, мирового океана, либо рассмотреть это как путешествие в космосе. И возможно, через какое-то время, через много лет, бурение откроет нам новые тайны и новые границы понимания того, как была создана наша планета. Несмотря на то, что это весьма простой и легкий процесс с точки зрения техники, физики, механики или химии. И сегодня мы с тобой об этом поговорим. Поэтому поехали. Что-то я замахнулся, наверное, высоковато со своей лекцией. Анотация-то как звучала, да? Я уже несколько дней не знаю, как записать дальше лекцию. Бурение, как высоко-то было сказано, инженерное искусство, недра Земли, неизведанные глубины мирового океана, просторы космоса. Сколько я всего сплел в одном. Ну и учитывая мой супер-имидж, да, какого-то разрисованного мужчины, вот сейчас я смогу вам повествовать, да, об этом. Я понимаю ваш скепсис, да я и сам не особо-то верю. Вот сейчас задумался, а что такого в бурении? Что я могу вам рассказать про бурение? Не знаю. Я учился этому 5 лет. У меня был специалитет. Сейчас в основном люди учатся либо 4, либо 6 лет, ну если мы говорим бакалавриат, магистратура. Кто-то всю жизнь отдает бурению, кто-то всю жизнь на вахты ездит. А что это такое? Что там за искусство? Можно ли вообще мешать инженерное дело искусству? Есть ли такой термин? Не знаю. Не знаю. Не знаю, потому что толком и не понимаешь, с какого момента начать. Как можно рассказать про целую отрасль в двух словах и доказать, что это искусство? Особенно, когда ты понимаешь, что это все просто, как нарисовать на бумаге. Хотя, наверное, мы это тоже сегодня сделаем. Итак, давайте поговорим, что такое бурение. Бурение – это процесс. Процесс, он должен подразумевать что-то. Процесс разрушения горной породы. Ну, то есть, взял кусок камня, ударил, сломал. Победа разрушил. Правильно? Ну, по сути, вот и все бурение. Ну, ладно. Для чего нужно бурение? Бурение нужно, чтобы построить скважину. Что такое скважина? Ну, если брать базовое определение, давайте просто его зафиксируем. Это цилиндрическая горная выработка в земле, длина которой много больше ее диаметра, и сооруженная без доступа человека на забой в процессе бурения. Ну, то есть, пока ты буришь скважину, ты не спускаешься в нее. То есть, она где-то там бурится, что-то там происходит, то есть, формируется эта самая скважина, а ты на поверхности сидишь и ждешь. Медитируешь. Ладно. Ну, это слишком сложно, да? Вот, если вы не буровики, это как-то там горная выработка, длина, диаметра, какие-то соотношения. Проще, да? Проще. Инженеры поймут технологическое отверстие в земле. Уже проще. Как одна моя знакомая сказала, далекое от бурения, она сказала, это дырка в земле, из которой мы качаем деньги. Ну, вполне, вот это как раз-таки базово нам пойдет. Дырка в земле, с деньгами. Продырявил землю, пошли деньги, нефть и газ, вот она, пожалуйста, вот она и правда. Где здесь искусство, о чем здесь можно говорить, не знаю. Но я, пожалуй, попробую. И, наверное, попробую именно пойти с той стороны, с которой и хотел. Я же хотел рассказать о том, что бурение, оно интересно тем, что оно может открыть для нас доселе неизведанные тайны. Ну, давайте я попробую. Я его сравнил с глубинами мирового океана. Я его сравнил с бескрайними просторами космоса. И при этом, я сейчас уже понимаю, насколько это было слишком, как говорится, самоуверенно. Что мы вообще пробурили в рамках нашей земли? Вот наша земля, этот шарик, да? Сколько у него радиус? Сколько-то там, шесть тысяч с чем-то километров? А до какой глубины мы максимум бурили? Знаете? Это смешно. Самая глубокая скважина в мире двенадцать тысяч метров. Двенадцать тысяч двести шестьдесят два метра, если мне память не изменяет. И сооружена она была как раз-таки на Кольском полуострове. Кольская сверхглубокая. Так и называется. СГ-3. Давным-давно. Потом забросили это дело. Ну, не можем бурить глубже. Нет у нас тех технологий. В принципе, самая глубокая, то есть, что самое длинное, что было пробурено, потому что скважину можно же не только вниз бурить, можно еще как-то так вот, в сторону, параллельно земле. Самая длинная скважина, пятнадцать километров, она на Сахалине пробурена. Ну, относительно недавно. Но несравнима, да, с размерами земли. Как можно говорить об изучении земли, об ее истории, если мы даже не можем пробурить какие-то несчастные пятнадцать, семнадцать, двадцать, тридцать километров? Просто разрушая землю. Какое здесь может быть искусство? Я вас умоляю. Да, замахнулся, замахнулся. Ну, давайте я все-таки попробую. Несмотря на то, что мы изучили всего лишь мизерную часть нашей земли с помощью бурения, считай, не изучили, мы применяем бурение во многих отраслях нашей жизни. Удивит ли вас это? Не знаю. Мы с помощью бурения можем, в принципе, изучать недра. До какой-то глубины бурение нам помогает. Оно помогает искать полезные ископаемые, помогает получать информацию о том, как залегали и формировались горные породы. Важно ли это? Думаю, что да. Таким образом мы познаем нашу планету. Бурение нам помогает добывать полезные ископаемые. И не только пресловутые нефть и газ. Почему пресловутые? Да потому, что на них как будто мир помешался. Воду с помощью бурения добываем. Иногда мы с помощью бурения даже твердые полезные ископаемые можем добывать. Например, уран либо железнорудный песок. Вас это не удивляет? Ну да ладно. С помощью бурения мы можем прокладывать подземные коммуникации. Например, можно не разрушать инфраструктуру, не нарушать рельеф местности, а под землей проложить какой-либо трубопровод. Это, наверное, уже что-то дозначит. С помощью бурения мы можем сооружать здания где-то, заливать сваи. Да, это в принципе обыденно для нас, но бурение же нам здесь помогает. Да что далеко ходить? С помощью бурения иногда мы можем крупнейшие аварии в нефтяной и газовой промышленности ликвидировать. Можем строить подземные хранилища нефти и газа. В какие-то моменты с помощью бурения мы можем даже спасать людей. И были такие случаи, когда горняков, заваренных в шахтах, спасали с помощью пробуренных скважин, то есть создавали как бы лифты, через которые доставали людей на поверхность. Вот это, наверное, значимо. Что самой собой представляет бурение? Какие бывают скважины? Давайте я попытаюсь вам рассказать. Я не обещаю то, что этот рассказ будет охватывать все возможное, что есть в этой отрасли. Я не обещаю то, что я вам досконально расскажу про каждую технологию, про каждую железяку. Но я обещаю то, что я расскажу то, что я люблю. То, что мне интересно. То, что проникает в мою душу. И возможно, после моих слов, несмотря на мой необычный внешний вид и эксцентричную манеру поведения, вы захотите открыть книгу по бурению, захотите открыть учебный фильм и посмотреть, как это воочию происходит. Будет ли здесь что-то посвященное инженерному искусству? Не знаю. Я не знаю, как вы это оцените. Для меня бурение – это инженерное искусство. И я объясню, почему. Сейчас на фактически белом листе я вам попытаюсь охарактеризовать, что такое бурение и почему я считаю его инженерное искусство. И это будет несколько факторов. Буквально один, два, три, четыре, пять. И вы уже сами сделаете вывод. Искусство – это либо не искусство. Вы сами сможете ответить на эти вопросы. Потому что искусство – это такая область, которая кем-то оценивается, а кем-то нет. Поэтому я надеюсь, что вы удивите минутку своего внимания и пройдете со мной в этот таинственный и пока для вас неизвестный мир. Мир бурения скважин. Поэтому приступаем. Вы уже здесь. Я вас ждал. и надо с чего-то начать. Я же должен вас убедить в том, что бурение – это искусство, инженерное искусство. Почему я так думаю? Наверное, потому что скважины, они неповторимые. Что значит неповторимые? Ну, это значит, что одна не похожа на другую. Какие бывают скважины? если вот эта земная поверхность? Скважины бывают вертикальные. С помощью них мы изучаем землю. Например, скважины бывают наклононаправленные. То есть мы заранее проектируем траекторию, по которой бурим ее. почему так? Зачем? Потому что порой мы не можем находиться в той точке на земной поверхности, где бы мы хотели. Там, где у нас есть как раз-таки нефть, либо газ, либо какое-то другое полезное ископаемое. Поэтому мы и строим такие скважины. Скважины могут быть с горизонтальным участком ствола. Скважины могут быть восстающего типа. То есть которые идут сначала вниз, потом задираются вверх. В некоторых случаях скважины могут иметь несколько стволов. А иногда скважины могут иметь несколько забоев. То есть они бывают совершенно разные. И, как я сказал, они неповторимы. Чем это обусловлено? Обусловлено это тем, что они могут выполнять совершенно различные функции. Какие-то скважины мы используем для добычи. Какие-то, как уже сказал, для изучения недр земли. Какие-то скважины мы просто используем для того, чтобы наблюдать. Наблюдать за тем, что там происходит под землей. А в какие-то скважины вы не поверите. Мы что-то закачиваем. И закачиваем иногда даже отходы. Вот так дела, да? Необычность это характеристика искусства. неповторимость это искусство. И это круто. Чем еще характеризуется это? Чем это обусловлено? Почему бурение скважин является неповторимым? Почему одна на другую не похожа? Не бывает типовой скважин. Да, мы как боровики стараемся классифицировать, сказать, ага, вот это скважины такие, а вот это такие. Но в действительности двух одинаковых скважин в мире, несмотря на то, что их пробурены сотни тысяч, навряд ли вы сыщите. А это обусловлено тем, где мы работаем. Мы работаем в недрах земли. Недры земли, они непредсказуемы. То, к чему мы стремимся, мы еще даже на сотую долю не подошли. Мы не можем изучить недра от и до. У нас нет всей информации. Мы просто знаем, что есть какие-то горные породы. Они как-то друг на друга наслаиваются. У одних пород одни свойства, у других другие. В одних породах одно давление, у других другое. В одних породах есть трещина, в других их нет. Одни породы тверже, другие мягче. Одни могут набухать, другие наоборот могут хрупко разрушаться. И это безумно интересно. Но при этом это создает необычайные условия в каждой следующей скважины. Даже если я сегодня пробурю скважину здесь, отойду на 2 метра, то следующая скважина может быть совершенно другой. Совершенно другими осложнениями, совершенно другими препятствиями, которые мне придется преодолевать. Разве это не искусство? Я думаю, что вполне подходит под это определение. То есть как минимум первый тезис подходит нам. То есть бурение скважины это искусство, потому что оно необычное и неповторимое. Одна скважина на другую не похожа. Ну а инженерное искусство, потому что все-таки это объект инженерии. Ну я думаю, что одного догота будет мало, поэтому продолжим наш рассказ дальше. Что дальше? Как мне еще доказать вам, что бурение это искусство? Ведь сам по себе процесс-то достаточно элементарный. То есть как там процесс разрушения горной породы. Как мы разрушаем ее? Мы берем вот такие необычные инструменты, спускаем на забой, ну либо ставим на горную породу, начнем сверху, ставим на горную породу и как-то нужно ее разрушать. Само по себе бурение, это если брать в английской терминологии термин дриллин, то есть дриллин от сверления. Ну так и есть, мы сверлим нашу прекрасную землю. чтобы разрушить горную породу нужно создать нагрузку на инструмент. То есть что мы делаем? Мы давим на наш инструмент, создаем осевую нагрузку. Этого мало, это будет всего лишь сдавливанием. А мы говорим, что мы сверлим. Значит, что еще нужно сделать? Нужно придать вращение. Мы придаем вращение и благодаря этому у нас происходит механическое разрушение горной породы. Да, конечно, вариантов и способов разрушения горных пород существует огромное множество. Но если говорим про массовое строительство скважин, то в основном это именно механическое вращательное бурение. Окей. Что еще нужно для того, чтобы сооружать скважину? Разрушать горную породу. Но если мы ее разрушаем, нужно как-то ее извлекать на поверхность. И чем мы в этом случае пользуемся? Мы пользуемся таким веществом, как буровой раствор. В английской терминологии самое интересное это, что буровой раствор называется мат. Если перевести, то грязь. Да, выглядит он как грязь, но стоит далеко не как грязь. Ну да ладно, не об этом разговор. То есть сам по себе буровой раствор это сложнейшая смесь химических реагентов, которую мы закачиваем скважину с той целью, чтобы разрушенную горную породу поднять на поверхность и сделать скважину чистой. То есть мы хотим фактически сделать некий такой стаканчик в земле. Ну ладно. И в чем здесь может быть искусство? А искусство может быть здесь как раз таки в том, с чем мы сталкиваемся в процессе бурения. То есть визуально-то кажется, что сложного, разрушай и пожалуйста, устрой свои скважины. Но не тут-то было. Разве нашей планете нравится то, что мы что-то в ней сооружаем. Она и так находится без нас в гармонии. Все горные породы спрессованы. Давление со всех сторон. И тут мы приходим, мы сооружаем свою скважину. Что хочет горная порода сделать? Что хочет земля в ответ нам дать? Она хочет закрыть эту скважину, сомкнуть, смять, чтобы ее не было. Следовательно, что происходит? Если мы ничего не будем делать, то у нас скважина будет завариваться. Горные породы будут усыпаться, стенки обрушаться, и процесс бурения будет бессмысленным. Значит, мы что-то еще должны делать. Что мы еще должны делать? Мы после пробуривания каждого интервала, а таких интервалов может быть разное количество в каждой скважине, мы должны спускать так называемую обсадную колонну, то есть это металлическая труба, и цементировать ее. Если мы говорим, конечно, про нефтяное бурение, то есть мы берем каждый интервал, это называется обсаживаем, то есть фактически создаем металлическую стену, защищаем себя от гнева горных пород, то есть мы боремся с тем, чтобы нас не сдавило. Это искусство? Искусство. Искусство успеть раньше, чем на тебя нападут, успеть защититься, предвосхитить какое-то негативное воздействие. А что еще нас ждет в скважине? Да на большой глубине нас ждет высокая температура, и мы должны суметь справиться с ней. Наше оборудование должно быть готово к высокой температуре. Наша техника, наш буровой раствор, наши приборы, которые мы спускаем в скважину, они должны быть готовы к этой температуре. Но только ли температура нас ждет на заборе? Здесь, внизу. Нас еще ждет там давление. Ведь нас пугает не только давление горных пород. Там, на глубине, на большой находятся флюиды, нефть, газ, вода, которые находятся в сжатом состоянии, с огромной запасенной энергией, и стремятся вырваться на поверхность. Все вы помните аварию в Мексиканском заливе 2010-й год, не ошибаюсь? Все мы можем вспомнить крупнейшие аварии советского времени. Тенгиз-37, Кунжа-8, Уртабулак, Карачаганакская авария в начале 90-х годов, когда полыхали сотни дней фонтаны огненные, когда их под земли вырывалась неуемная энергия, которая сжигала буровые установки, отравляла атмосферу, загрязняла экологию. И мы должны каким-то образом этому противостоять. Мы должны противостоять этому давлению, вот этой энергии. То есть, вот эта энергия, это и есть запасенное пластовое давление. И мы должны этому противостоять. Мы должны предвосхитить, рассчитать, спрогнозировать, спроектировать. И если вдруг возникнет какой-то момент, когда эта энергия начинает с нами бороться, когда она начинает к нам стремиться, мы должны вовремя смочь остановить процесс бурения, пресечь вот эту попытку вырваться наружу и даже ее победить. Иногда это получается, иногда нет, но это борьба. И фактически бурение, если так провести аналогию, это целое военное искусство, только в данном случае нашим условным врагом, весьма условным, но является по факту энергия недр Земли. Возможно, это не совсем так красиво, да, говорить про свой дом, про свою планету, что это твой враг. Ну, скажем так, не враг, а противник. И наша задача в некоторой степени возможно победить, в некоторой степени подчинить, а в некоторой степени оказаться в гармонии. Мне больше нравится термин именно гармония. То есть, когда мы сможем вот контрольно это все держать, когда мы сможем спокойно сооружать скважину, держать все давления, температуры под контролем, тогда будет все прекрасно. Разве это не искусство? Мне кажется, вполне. Несмотря на всю простоту процесса. Но, я думаю, то, что двух доводов все равно маловато. Наверное, я еще должен про что-то рассказать. Давайте подумаем. Кажется, я придумал третий довод в пользу того, что бурение это искусство. И акценты я хотел бы сделать на научной значимости нашей отрасли. Только представьте себе, сколько здесь всего, в этом, несмотря на видимую простоту процессе, намешано. насколько компетентными должны быть специалисты в этой области, в области бурения. Они должны знать физику, химию, математику. У них должно быть хорошо развито пространственное мышление. И при этом они еще должны быть заинтересованы. Заинтересованы в том, чтобы создавать что-то новое, чтобы придумывать новые способы двигаться вглубь недр земли. Потому что скважины год от года, век от века, они становятся все более глубокими. Мы находим новые, новые месторождения на новых глубинах, новых горизонтах, под новыми давлениями, новыми температурами. И еще неизвестно, сколько всего нам предстоит изучить. Разве это не круто? Все то оборудование, которое нам приходится создавать для того, чтобы строить скважины. Например, вот эти породоразрушающие инструменты, которые работают в тотальных условиях нагрузок, в огромных температурах, под огромными давлениями, которым приходится крошить прочнейшие горные породы, разрушать их. Разве нет? Как это круто создавать скважину неимоверно большой длины, изменяющиеся в пространстве и при этом находиться где-то на поверхности? То есть не быть рядом, а чувствовать себя настоящим врачом, таким хирургом, который ведет эндосокопическую операцию в глубинах нашей земли. Разве это не круто? Да это безумно интересно. Это сколько там технических средств, телеметрические системы для того, чтобы контролировать процесс бурения, роторные управляемые системы, винтовые забойные двигатели для того, чтобы вести процесс бурения сквозь недра земли, различные технические средства для того, чтобы бороться со сложнением в процессе бурения, например, те же самые иасы, для того, чтобы освобождаться в те моменты, когда нас схватила земля и не хочешь отпускать. Да что там дальше говорить? Даже какие-нибудь осцилляторы, которые нам помогают справляться силами трения. Да откровенно, а разве на поверхности оборудование незначимо? Вот эти самые буровые установки, которые могут сооружать скважины хоть на суше, хоть на море, которые могут поднимать сотни тонн, которые сами весят сотни тонн металла, которые позволяют вам поднимать и опускать трубы, производить ликвидацию аварий, изучение недр земли, которые позволяют приготавливать сотни кубических метров буровых растворов, закачивать в скважину, удерживать под контролем давление, герметизировать скважину. Это просто огромнейший пласт. Одно из того, что я больше всего люблю в бурении, это оборудование. Оно совершенно разное, с различными принципами, особенностями. Где-то оно построено чисто на принципах гидравлики, где-то включено электроником, где-то нам нужно обязательно программное обеспечение, чтобы понять, что нам хочет сказать прибор. А в какие-то моменты нам достаточно просто надавить на прибор, либо создать давление, чтобы механизм какой-то сработал. Это безумно интересно, это недосягаемо, и это хочется изучать. И это, наверное, отличает нашу отрасль. То, что здесь разбросы, вариативность сумасшедшие, и все благодаря тому, что мы работаем в условиях постоянной неопределенности, мы никогда не знаем доподлинно, что будет в очередной раз. И в этом есть какая-то, наверное, своя романтика. Что там дальше говорить? Для определенных условий нам нужно брать специальные буровые растворы, чтобы очищать скважину. При этом же постараться, чтобы не загрязнить продуктивные пласты, чтобы к нам приходили в больших количествах нефть и газ. В какие-то моменты нам нужно ломать голову о том, как, например, зацементировать какой-то заданный интервал, успеть, чтобы цемент у нас не стал твердеть. А в какие-то моменты нам нужно наоборот придумать, как бы сделать так, чтобы закачать какой-то специальный раствор, и чтобы закупорить каналы, куда у нас наоборот уходит буровой раствор, а значит и наши деньги. И вот это постоянная, постоянная ситуация, когда нам раз за разом приходится подстраиваться под изменяющиеся условия. Разве это не искусство? Да безусловно это искусство. Это искусство в создании нового оборудования, это искусство в создании новых технологий, это искусство в получении, приобретении и ретранслировании нового опыта. и по большей части буровики это не люди, которые выпускаются в конвейерах, это люди, которые должны думать, которым интересно думать, которые вдохновляются своей профессией, вдохновляются тем, что они делают, и когда они действительно заинтересованы своим делом, когда они горят тем, чтобы построить какую-то новую очередную сложную скважину, то все получается. Это вдохновленность, вдохновленность на новые результаты, на создание чего-то нового, это есть искусство. Как вам? Три довода. Мне кажется, этого вполне хватит. Знаете, благодаря нашей с вами беседе, я убедился в том, что вырение это искусство. Да, я как-то скептически здесь сидел и размышлял о том, да, Господи, когда мы изучим эти недры земли, сможем ли мы вообще когда-то это осуществить? Я думаю, что сможем. И я еще больше убедился в том, что нет четкой категории это искусство, а это не искусство. Искусство рождается там, где есть вдохновленные люди, которые что-то хотят создавать и хотят этим делиться. Инженерное искусство это то место, та область, то состояние, когда у тебя есть желание что-то создать для людей, для мира в чем-то продвинуться и еще больше постичь что-то неизведанное. Сделать что-то более сложное. Узнать что-то новое. Создать какое-то новое оборудование. Построить какую-то более сложную скважину. либо побороть какую-то тяжелейшую аварию. В этом всем есть свои только искусство. И наверное это прекрасно. Было бы значительно более пресно и неинтересно жить, если бы все было в этом мире уже изучено. Если бы у нас были ответы на все вопросы. И да, я счастлив наверное тому, что бурение только набирает обороты. Потому что год от года появляются новые технологии. Мы выходим на новые горизонты. Мы сталкиваемся с новыми проблемами. И в какие-то моменты нам еще в литературе встречается фраза «Мы пока не дошли до туда, поскольку не имеем соответствующих технологий». Значит дело за нами. За мной, за вами, за нашими детьми. И это круто, это вдохновляет. Значит у нас есть еще для чего жить, куда стремиться. И это безумно интересно. Поэтому я рад, что вы уделили внимание моему рассказу о бурении. я рад, если у меня получилось вас чем-то зацепить или хотя бы чуточку вдохновить. Я буду счастлив, если вы откроете, правда, откроете, хотя бы Википедию, и начнете читать про бурение. Услышав про какую-то фразу или про какое-то оборудование, если вы в строке поиска Google забьете это и начнете искать, либо, возможно, если это вас вдохновит, получить даже целую специальность, специализацию в нашем управлении. Я буду рад этому. Это значит, то, что моя сегодняшняя роль как педагога тоже прошла не зря. Значит, мне удалось зажечь хоть маленький огонек интереса в ваших сердцах. С вами был Антоний Пихин, и я рассказывал о том, что бурение это инженерное искусство. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok